Приветствую вас, геймеры, от канала Alexanplay, мы продолжаем играть мод Kaiser Redux за Российскую империю Петра IV, всё как обычно. В прошлой серии мы провели Петра IV к властьям, кто не догадывается, кто это такой, это Врангель. Вот, мы взяли, прошлись по веточке фокусов Корнилова, но Корнилов умер и пришёл Врангель, и его короновали, как Петра IV. Так, мы взяли в фокус Бонапартизм в прошлой серии, его сейчас будем изучать в 49 дней. Ну, зачитывали мы описание фокуса тоже. Вот, ну пока дивизии мы, наверное, новые обучать пока не будем, уже к 1939 году уже начнём обучать. Вот, как у нас тут вообще дела-то происходят в этом мире? Мы ещё забрали Алашскую Орду, плюс тут война идёт с кликой Ма, Хамульского ханства, Тибета и Монголии. Ну, пока непонятно, кто победит. Может, и Монголия проиграет в этот раз. Америка уже раздробилась, уже раздробилась. Скоро начнётся гражданская война. Так, тут Соединённые Штаты, Аляску всё-таки пока контролируют. Ну, интересно, Аляска отвалится или нет. В общем, тут появились Тихие Океанские Штаты, Западные команды и Центр, это Амара Брэдли, генерал и, получается, контролируется, марионетка США, которая сейчас находится у власти Мак-Артур. Но у Мак-Артуры тут большие проблемы, потому что он только контролирует Вирджинию, Мариэл, Мариэл, Мариэлэнд, потом... Ну, в общем, вот такие вот... Мало Штатов контролируют, поэтому его быстро, я думаю, победят. Потом Конституционная Американская Республика есть, потом есть Американский Союз, Лонга, и Синдикат Объединённой Америки тоже есть. А Канада ещё вот сожрала Новую Англию. Интересно, выделят она Новую Англию или нет. Будем смотреть. Для Восточной Республики пока ничего не делает. И пускай не делает Колчак ничего. Потому что нам не нужны проблемы. Плюс я вижу тут лакомый кусочек на Кубани. Кубань, Дон Кубанская Республика распалась. На Колмыкию, Кубанскую саму Народную Республику, на Донскую Республику, Горскую Республику. И Донская Республика может присоединиться к России. Вот. Но пока изучаем фокус Бонапартизм. Дальше. Запрет всех соцпартий. Социалисты не имеют права на голос. Их партия всего лишь прикрытие для подрывной деятельности. Основной целью которой является дестабилизация государства. С их запретом они больше не могут подрывать стабильность империи. А Аляску все-таки съели канадцы и сделали ее доминионным Аляской. Все-таки Аляска не стала независимой. Ну а мы, наверное, с Антантой будем дружить, поэтому с ними как-то договоримся, и Аляску они нам, я надеюсь, отдадут. Донская Республика хочет присоединиться к нам. Донская Республика сейчас находится в слабом состоянии. И считают, что единственное, что может спасти их родину, это присоединение к России. Аннексировать Донскую Республику. Замечательно. Донская Республика присоединяется к составу империи. Это замечательно. Первую территорию мы вернули. Так, тут у нас появляются новые дивизии казацкие. Я даже не знаю, во что их лучше переделать. Но я не хочу сильно кавалерию, поэтому давайте все-таки в пехотную дивизию их переделаем. Извините, казаки, но вы будете только охранять территорию. Воевать все-таки будут нормальные ребята, потому что нам нужны сильные войска, а не кавалерия. Все-таки это прошлый век, а у нас уже 20-й, поэтому надо с кавалерией заканчивать. И Владимиру Манштейну отдаем эти дивизии. Адмирал Колчак убит. Лидер переворота 1925 года. Мятежный адмирал Александр Колчак был недавно убит своими собственными солдатами в ходе переворота в своем Трансамурском государстве. Человек с большими амбициями. Он оспарил наши права на правление до самой смерти. С его смерти наше общественное общество станет немного более умиротворенным. То есть этот придурок умер отлично. Так, ну в общем, да, погиб тут у нас Колчак, теперь Иван Лавров какой-то. Но с другой стороны, это для нас это хорошо, потому что он не будет потом нам в спину заходить, а то он как любит всему в спину нам ударить, и все. Я уже играл один раз, он как у Колчак ударил в спину, и все. И там войск у меня нет, и, в общем, печально кампания у меня одна закончилась. Ну а здесь нам будет немножко полегче. Хотя, салибералы тоже могут что-то придумать, но я надеюсь, что они ничего не придумают. Статократическое правительство. Хроническая неспособность правительства Керенского власти оказалась опасной для России. Чтобы обезопасить нашу власть проверенными офицерами, офицеры должны будут занять важные должности в администрации. Только так мы получим грамотную государственную службу. В общем, нам будет получена идея наследия белых, то есть национальный дух, что даст получаемый опыт армии, стабильность и скорость строительства военных заводов. А вот как раз мы скоро уже начнем заниматься военными заводами. Построим немножко еще фабрик давайте. До сотки вот нам надо добить фабрики. В наибольшем регионе, где инфраструктура наиболее высокая, будем строить фабрики. Ну вот так вот, все, хватит пока. Сто фабрик это будет очень хорошо. Потом берем статократическое правительство. Сотрудничество с ВНС. У черного царя много сторонников среди консерваторов, входящих во Всероссийский национальный союз. Работа с ними могла помочь укрепить его правление. В общем, нам даст Василия Шульгина, глава правительства социал-консерватизм, с дневной правосполитической власти упадет. Но это не так смертельно. А вот эффективность увеличения ресурсов плюс 13. Это круто. Достаточно круто. Возобновление поморской торговли. После политического и экономического хаоса гражданской войны в России торговля между Северной Норвегией и Северной Россией была сведена к минимуму. Похоже, что Норвегия уже приняла шаги по восстановлению торговых связей, обратившись к местным властям Мурманска и Архангельска. Хотя они действительно должны были сначала обратиться к центральным властям, идея восстановления поморской торговли имеет свои достоинства. Каков будет наш ответ? Нет торговли, это государственное дело. Или давайте поощрим поморскую торговлю, это хорошо. Торговля это всегда хорошо, поэтому государство не всегда должно вмешиваться в торговлю, поэтому, конечно, мы будем поощрять поморскую торговлю. Это нам стабильности даст, а стабильность нам сейчас нужна, потому что она 35%, а плюс 5% это очень хорошо. Будет 39%. Национальный фокус сотрудничества с ВНС выполнен. Теперь давайте возьмем наследие белых. Белые генералы победили большевиков более 15 лет назад и принесли стране мир процветания. Белые рыцари будут почитаться как герои России. Опыт армии плюс 50, а у нас уже 190, это будет очень круто. Берем этот фокус. Так, и давайте попробуем, наверное, расшифровывать шифр Германской империи, потому что это нам пригодится. Так, плюс у нас тут ячейка для исследования. Давайте ротообеспечение возьмем. И тут хорошая позиция, что развалилось Балтийское герцогство и Эстония, и Латвия, социалистическая республика Эскалата. Прикольно, прикольно. Но мы ее все равно все-таки уничтожим. Радикальные социалисты под боком нам не нужны. Поэтому давайте Эстонию и Латвию заберем в себе. Почему бы и нет? Но это в будущем, конечно. Но это хорошая возможность. Немножко ухудшить положение Рейхспакта, потому что если мы Беларусь сможем купить, а Польша, например, не будет вступать в... Фига, салют там происходит. Так, Польская республика вступит, если... Она вряд ли в Рейхспакт вступит, хотя и такое возможно, то нам это очень облегчит возможность завоевать Украину. Это будет очень хорошо. Вернуть Украину. Так, а что нам тут? Ну вот, главное, чтобы Австрия еще не вступила в Вельдико на стороне Германии, будет сложно тогда. Ну а так достаточно будет нам хорошо воевать с Рейхспактом. Я думаю, мы сможем победить Рейхспакт. Тевтонская дисциплина. В детстве в Прибалтике Врангель увидели, насколько хорошо организована армия и общество под командованием немцев. Будучи сам по себе балтийским немцем, Врангель должен привнести эту строгую дисциплину, чтобы провести нашу нацию в форму. России нужна тевтонская дисциплина. В общем, будет изменена идея русский Бонапарт на организацию дивизии и рост эффективности производства. Что очень хорошо. Казацкая душа. В первые годы службу в армии барон Дренгель служил в забайкальском казачьем корпусе. Этот опыт сформировал его мнение о том, что высший класс общества должен состоять из казаков. России нужна казачья душа. Давайте это возьмем. Организация дивизии, стабильность и поддержку войны нам даст. Что очень достаточно хорошо. Тут происходит в третьей... Нет, четвертая Балканская война. В общем, все напали на Болгарию. Сербы, греки, румыны и Османская империя пришли тоже в спину Болгарии ударить. Ну, это, конечно, предательство от Османской империи для Болгарии. Крадинанду первому уже скоро конец. Потому что его сейчас раздробят полностью. Плюс тут идет гражданская война в Испании. Тут пока непонятно, кто победит. Вот. В США тоже пока непонятно, кто победит. В общем, сложно. А вот в Монголии, по-моему, все-таки... Монголия победила и Тибет. Восточный Туркестан тут просто тоже победил. Но это в гражданской войне. Тут своя была гражданская война. Сложная тут война была. Теперь восточный Туркестан есть. Национал-популисты. Монголия теперь выглядит сильно. Патернализм. И все-таки Унгер пошел в хана. Монгольского хана. Тибет тут неплохо выглядит. Красиво. О, какой мужик в шляпе. Ну вот. Потом тут социалистическая республика Персии есть. Она может... Тоже радикальные социалисты. Они могут вступить в третий интернационал. Это не очень хорошо. Потому что с третьим интернационалом пока воевать я не хочу. Сначала надо разобраться с Германской империей. Потом уже тогда с интернационалом помочь нашим друзьям из Канады и Франции вернуться на родину. О, Мордак пришел. Хенри Мордак пришел во Францию. Питена все-таки сместил. Медведь. Вот. Посмотрим сможет ли он вернуться на родину. Плюс тут идет война доминионной Индии и Афганского Эмирата. И чего-то они пока победить Афган не могут. Но я надеюсь, что они победят. Потому что это сильно-сильно ослабит Антанту. Если они потеряют Индию. Для канадцев это будет большой удар. Государственный реваншизм. Теперь, когда Россия стабилизировалась и окрепла под властью своей армии, она должна расти и мы должны вернуть землю, которая была украдена у нас. И освободить их народы, которые призывают к нашему возвращению. Государственный реваншизм нам дадут национальный дух, что даст скорость восстановления дивизии. Это очень круто. И время на оправдание цели войны тоже очень замечательно. Берем данный фокус. Скоро все-таки Болгарию уничтожат сербы, румыны, греки и османы. Поэтому Болгария очень будет слабой. Но с другой стороны, это сможет нам помочь Болгарию приманить в свой альянс. И потом вместе с Османской империей уничтожить Османскую империю вместе с Болгарией. Это будет очень круто, потому что Османскую империю надо уничтожить. Потому что она очень агрессивная, очень преступная, потому что ведет преступную политику против армян. Это нам, конечно же, неприятно. И Армению мы должны вернуть в лоно Российской империи. Да и у Осман тоже позабирать некоторые территории. И осуществить мечту всех императоров. Это Дарданеллы захватить. Константинополь с Бурсой заберем себе. Это будет очень здорово. А часть может быть и Болгарию. Каких-то территорий вернем им. Но непонятно, вступит она или не вступит. Она может и не вступить. Свободная торговая зона с Украиной. Новое украинское правительство ищет способы ликвидировать последствия кризиса. Одним из таких решений является предложение создать на русско-украинской границе свободную торговую зону. Создание зоны расширения торговых связей с Украиной откроет большой рынок сбыта товаров наших промышленников и торговых компаний. Что положительно отразится на экономике России и Украины. Тут даже вариантов-то нет. Запускаем проект, конечно. И отношения торговые у нас изменятся с Украиной. Интересно, Украина по какому пути пошла? Да нет, пока просто Василь еще и управляет Украиной. Интересно, куда они пойдут. Может они и выйдут из Респакта и пойдут потом в Переяславский договор и вступят к нам в Альянс. Будет тоже достаточно интересно. Государственный реваншизм выполнен, фокус. Теперь давайте возьмем военный дух. Послевоенное молодое поколение считает потерянным, лишенный каких-либо целей, какой-либо ведения будущего. Армия единственное препятствие на пути к хаосу и распаду России. Она возьмет за воспитание нашей молодежи, а вскоре из-за образования всей страны. Воинский дух только на пользу Родине. В общем, опыт армии тут повысится. У нас уже 275. Фига у нас сколько будет опыта этой армии. И получаем опыт армии плюс 25% ежедневно. И организация дивизий 10%. Это хорошо, но в шаблоне сможем не особо бояться, что организация будет падать. Это очень хорошо. Военный дух. Берем. Прусский конституционализм. Система управления, применяемая в настоящее время в Германской империи, идеально подходит для нас. Мы должны подражать прусскому конституционализму и на его основе создать форму российского конституционализма. Будет изменена идея русского Бонапарта на скорость восстановления дивизий. Вот. Ну, давайте, наверное, сейчас изучим вот эти вот три фокуса. И четвертый возьмем. И закончим на этом. А, ну хотя... Да не, наверное, вот эти фокусы сейчас уже и брать. Просто времени у меня много, поэтому пора заканчивать. Поэтому берем прусский конституционализм и отказ от Минского договора. И завершаем на этом серию. Отказ от Минского договора. Минский мирный договор, подписанный сначала большевиками, затем белыми, стал для России унизительным. С нашей внутренней ситуацией слабостью Германии, ну, я бы не сказал, что слабость Германии, в последние годы настало время для российского орла сновь взмыть в небо. Будет убран национальный дух Минский договор. Замечательно, берем данный фокус. Он всего 7 дней, очень хорошо. Так, а какой вот Минский договор, это где? Да, невозможно вести военную службу и мобилизировать экономику. Отлично, мы наконец-то избавимся от этого. Полное восстановление. Теперь Минэкономики заявляют, что наша страна полностью отправилась от черного понедельника. Больше нет негативных последствий, поэтому российская экономика подошла к новому этапу экономического роста и процветания. Все кончено. Гроссбаза стабильности плюс 2% и политическая власть изменится на 100%. Фига у нас сколько политической власти, уже 323. Это неплохо. Ну и стабильность немножко повысится или поддержка войны. Ну, в общем, это нам нужно цены повышать. Очень хорошо. Вот после отказа Минского договора мы сможем экономику поменять и призыв. Так, выполнили данный фокус и да, мы можем поменять экономику. Давайте поставим частичную мобилизацию. И призыв поставим, но ограниченный пока. Потихоньку будем поднимать. Вот эта вот болгария, конечно, тут держится. Она просто держится из последних сил. Со всех сторон ее бьют, а она держится. Красавчик. В Испании непонятно, кто опять же побеждает. В США пока тоже особо не ясно. Но, походу, Соединенные Штаты проиграют. Вот. Так, следующий национальный фокус. Возьмем Белая Армия, Черный Барон. Белая Армия и Черный Барон будут работать вместе, чтобы восстановить Царский Престол. Будет изменена идея русской. Русский Бонапарт на скорость планирования. Плюс 5%. Скоро строительство военных заводов. Круто. И скоро строительство фабриков. Плюс 5%. Здорово. Но это мы возьмем уже в следующей серии. Вот. Как-то так. В принципе, неплохо. Мы начинаем восстанавливаться. Так, дивизию у нас почти обучились. Что я хотел сказать там? Наверное, все. Больше еще сказать не хотел. Давайте завершать на этом серию. В принципе, серая такая. Никакого экшона не было. Экшон был у нас в первой серии. Сразу война. Но ничего. Восстанавливаемся. Восстанавливаем экономику. Восстанавливаем армию. Восстанавливаем вообще страну. Очень хорошо. Так. И мне радует, что опыт армии очень крутой. Плюс я поставил еще авиацию. Обучение. Пускай обучается. Нам нужна обученная авиация. Да и опыт авиации тоже нужен. Но на этом, в принципе, все. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. И знайте, что самое интересное еще впереди. А интересное точно будет. Всем удачи и пока. Thank you guys.